В один прекрасный день он приезжает, как обычно, на своей бричке с акваяжем. Ну, заходит, мы, говорит, покланялись ему все. Абляк на второй этаж. Через небольшое время приходят революционеры. Несколько человек, возможно, 5-7, все с оружием. Подошли, зашли в кабинет. Он им сказал, как они поняли, выйдите, соберу документы, и я выйду с кабинета. Они стояли, стояли, тишина, они за ручку закрыто. Орали, что имели, может быть, штыками этих трех линей. В общем, выломали дверь, все туда увалились, а потом крик, плохие слова, но мат и все это. Сбежал, гад, сбежал. Выскакивают, а мы, говорит, стояли все в шоке. И давай, говорит, стрелять в потолок. Мы попадали все со страху на пол на этот. После этого Иринушку пришли, забрали, посадили в тюрьму. Весь город узнал. И пошли митинги, демонстрации в поддержку Иринушки. Так ее называли все гомельчане. Не по отчеству. Просто Иринушка наша Иринушка. Ее долго не держали, выпустили. Она была уже в возрасте. И отпустили домой. Тут уже нельзя ей было. Где-то у нее было что-то там, жилье. Весь гомель, она же стала нищая. Весь гомель и ягод за ней убирала у нее в другой раз. Потом, видать, вот кормила, готовила. Вот ухаживала она за этой бабушкой Иринушкой. И продукты, я говорю, а где она? Все носили ей еду. Кого что было, несли, несли. Говорит, несли столько, чтобы не знали, куда это девать. Он когда зашел, вот. Она говорила, бабушка эта. То есть где у нее у нее было? Да, большой стол такой, массивный был. Сзади висела, вот, или ковер, или картина. Вот что-то из этого. Значит, он зашел, закрыл дверь тихонько на ключ снутри. Этот ковер картину открыл, а там была потоняя дверь. Он за нее схватил все в саквояж, может, деньги. Ну, все, схватил ценное. И исчез. Он поднимался по лестнице, которая находилась слева от центрального входа. Поднимался на второй этаж, и там, где окна, был его кабинет. Потому что я поднялся наполовину по лестнице, а эта бабушка с этой женщиной, которая на пропусках была здесь, Толичек, вернись назад. Я говорю, почему бабушка? Так я звал бабушкой. Там сделали склад в этом кабинете, он закрыт. Поэтому я знаю точно место этого кабинета.